День Победы начался в Видном с торжественного возложения цветов на Аллее Славы. Ветераны, представители местной власти, депутатского корпуса, общественники, благодарные потомки собрались рано утром, чтобы почтить память тех, кто отдал свои жизни за наше мирное небо. Почти в память павших минутой молчания каждый смог возложить цветы. За считанные мгновения обелиск наполнился морем алых гвоздик, которые стали символом Великой Победы. Не в землю нашу полегли. Пожалуй, нет ни одной семьи в нашей стране, которой бы не коснулась война. Отец Нины Башкатовой погиб на фронте, а мама больше не вышла замуж и каждый день вспоминала супруга. А я выйду за ворота, боже мой, какая даль. А мне ветер отвечает, не придет, не ожидай. Так и не пришел. Мама ждала каждый день его. Винято из сундука рубашку повесить на стульчик. Не дождались мы его, не дождались. Но помним всю жизнь. День Победы священный для всех нас праздник. Это наша опора, гордость и наша память. Мы поклоняемся и вспоминаем тех людей, которые погибли. И склоняем голову перед тех, которые живут, люди-победители, которые живут среди нашего населения. Несмотря на дождливую и прохладную погоду, многолюдно было и на площади у кинотеатра «Искра». Медновчане собрались, чтобы на широком экране посмотреть трансляцию праздничного парада. По Красной площади проехали новейшие танки, ракетные, зенитные установки. И, конечно, прилетела военная авиатехника. В краю модернизированные фронтовые бомбардировщики Су-24М. Ведущий группы подполковник Герман Анатон. А уже через несколько мгновений самолеты были в небе над нашим городом. Здесь же, на площади, развернули своеобразный призывной пункт, где каждый желающий мог выбрать себе занятие по душе. Отправить письмо деду полевой почтой, собрать, разобрать автомат, сделать своими руками бумажного голубя мира или попутешествовать по городам героям. Семья Акчуриных на празднике в полном составе. Мама, папа, дочь. Родители считают, что дети должны знать о войне и гордиться своими героями. Буквально вчера мы смотрели фильм Зои, про Зои Космодемьянскую. Даже когда я раньше в школе читала про нее, я не понимала того, что она пережила. Вчера, смотрев ее боль в глаза, извините. Я вчера только поняла, что она перенесла. Буквально за какие-то дни она погибла в 41-м же году. Видновчанка Анна Синицына пришла с портретом своего прадедушки-фронтовика. Молодая мама регулярно рассказывает о нем своим совсем еще маленьким сыновьям. Чтобы следующее поколение сделало выводы и жили в мире. И согласие, чтобы войны не было. Мам, победит! Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.